Итак, сегодня я хочу начать серию таких небольших видео под общим названием Памятные места биоконструктора Ну, наверное, и не только И вот начнем мы с этой площади перед выходом из метро Третьяковская в городе Москве И потом пойдем к знаменитому зданию советской фирмы Биробинстрой Где репетировала группа и ответный чай, и биоконструктор, и потом технология Вот как всегда, в самый неподходящий момент начинаются какие-то звуки потусторонние Ну, собственно говоря, мы сейчас отсюда пойдем Я думаю, не будет такого шума Это называется улица Малая Ордынка Конечно, она 30 лет назад выглядела несколько по-другому Но, в принципе, тут ничего особенного не изменилось И мы вот встречались вечером после работы, после института Я в тот момент работал в радиотехническом институте Ковал воздушный щит обороны Советского Союза Леонид Величковский Заканчивал свой институт Надо будет у него уточнить Какой же у него это был курс в 86-м году Но он еще, конечно, не заканчивал В 86-м году Андрей Кахаев работал как раз в этой фирме Строительная фирма, как я говорил Биробинстрой Она занималась обслуживанием Дип-представительств Как советских, так и иностранных Ну, все, что связано было с строительством Я так понимаю, возможно, и обслуживанием Надо будет у него тоже уточнить Это интересно И вот так вот мы вечером встречались И шли по этой улице Потому что это был самый короткий путь До этого здания Можно было еще со стороны метро Добрынинская Но, вот, в частности, мне было это менее удобно Вот так мы просто вместе встречались здесь Вот так это было как-то по-дружески веселее Конечно, если бы Так не случилось И у нас не было возможности Репетировать в актовом зале Этой фирмы Биробинстрой Наверное, было бы намного сложнее Делать электронную музыку Потому что, если вы слышали наши стримы Наши разговоры, наши рассказы То именно благодаря тому, что Мы базировались именно вот В достаточно богатой организации Которая могла себе позволить Тратить на так называемые Культурно-массовые мероприятия Ну, в общем-то, достаточно ощутимые деньги По тем временам Это были несколько тысяч рублей Причем это регулярно тратилось И, в общем, учитывая, так сказать Стремление всех организаций советских экономить В общем, это было достаточно Не знаю, там, как это было Удачно для нас И, в общем, главное, что они позволяли нам Именно выбирать то, что нам необходимо Потому что, как правило У нас был опыт Общения с разного рода Организациями Тоже там клубами Там, конечно, всегда Были жесткие свои Условия Когда говорили Вот нам нужно там Всем группам Которые у нас базируются Там надо гитары Усилители Вот А здесь мы были одни Поэтому мы могли себе позволить Покупать Совершенно непонятно кому Нужные синтезаторы Которые в те времена стоили Достаточно приличных денег Тот же самый Там, Поливокс Или Электроника Или Айлита Они были достаточно дорогими Поэтому, конечно, нам очень повезло В этом плане Если бы не Такое удачное стечение обстоятельств Я думаю, что Было бы намного сложнее Нам реализовать Нашу музыку И история была такая Что В общем Чаще всего мне приходилось Это делать Потому что я, в принципе В какой-то момент Был более свободен По 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 времени И Я ездил Специализированные магазины Которые Вот именно Отпускали Разного рода Оборудование По безналичному расчету Это была отдельная Как бы история В советское время Что именно Вот По безналичному расчету Это были отдельные Организации Которые Занимались Обслуживанием Фирм Ну Заказчиков Да Я вот хорошо помню Как я Ездил И Выписывал Потом Созванивались Решали Сколько нам нужно Магнитофонов Сколько нам нужно Там Усилители Уже были А потому что Вот еще Времена Ответного Чая Которые Как бы Тоже С 85 Года Мы Тоже Репетировали Там Ну Потому что Андрей Кахаев И был В Ответном Чае Как Нибудь Об этом Отдельно Расскажем Или С ним Может быть С Андреем Якушиным Такая У нас Интересная Улица Малая Ордынка Здесь Кстати В свое Время Был Абсолютно Другой Дом В этом Доме Находилась Очень Занятная Столовая В которую Мы Заходили После Трудового Рабочего Дня И перед Репетицией Но Сейчас Это Какое-то Здание Жилое Много Исторических Зданий Конечно Интересно Какому Периоду Конечно Здесь Вот Заметно Что Есть И Наверняка Дореволюционные Здания Естественно Церковь И не Одна Здесь Но Есть Некоторые Здания Конечно Больше Похожи На Здания Уже Как По Тридцатые Годы Наверное Скорее Всего Но В период Ответного Чая Мы Как раз И приобрели Первую часть Оборудования Купили Усилители Колонки Которые Использовали Во время Репетиций Оборудовали Отдельную Техническую Комнату Для того Чтобы Можно было Там Репетировать Отдельно То есть Чтобы не выносить Оборудование Это уже было Позже Конечно Потому что Благодаря Именно тому Что Мы стали Играть музыку Электронную В 86 Году Мы Именно Могли В небольшой Комнате Это делать Включать Не очень громко А когда мы Играли гитарную Музыку Конечно Нужно было Все это Вытаскивать Сам Зал Это было Достаточно Утомительно Но Зато Было Весело И вот Потом Как раз Именно По-моему В 86 Году В конце 86 Года Как раз Я ездил Выписывал Это Все Музыкальное Звуковое Оборудование Магнитофон И нота Я не помню Маяк По-моему И маяк Тоже Мы Кассетные Магнитофоны Катушечные Магнитофоны Потому что Мы с самого начала Понимали Что нам Именно Обязательно Нужно будет Иметь Магнитофоны Для воспроизведения На концертах Потому что Рук не хватит С самого начала Было Понятно И Плюс Еще Нужно Было Просто Записывать На Кассеты Репетиционные Записи И там Что-то Может быть Тиражировать И Естественно Мы Об этом Позаботились Мы Это Дело Выписали И Потом После Всего Прочего Я на Красный Иду Яй Припекло Голову Наверное И После Всего Этого Конечно Нужен Был Хороший Микшерный Пульт Обработку Мы Купили Лель РЦ По-моему Две Штуки Такие Интересные Аналоговые Аналоговые Цифровые Дилеи По-моему Все-таки Он был Аналоговый Если я не ошибаюсь Как-то Называлось Дельта Модуляция Если я не ошибаюсь Там Вносилась Задержка В Звуковой Тракт Он Шумел Конечно Прилично Но Звук Выдавал Очень Такой Что Называется Густой Кстати Этот Лель РЦ Мы Использовали В записи Альбомы Танцы По-видео Как ни Странно Некоторые Даже Эффекты Там Как раз При помощи Этого Ревербератора Были Применены Ну и Конечно Синтезаторы То есть Поливокс Фэйми Я к сожалению Не помню Название Мы его Практически Не использовали Аэлита Кстати Мы тоже Почему-то Ее не Очень Использовали В основном У нас Как-то Очень Нам Понравилась Там Электроника По-моему М25 И Лель 22 Это был Первый Как бы Синтезатор По-моему Даже Заказывали Два Раза Синтезатор У нас Было Два Захода На покупку Оборудования Ну и Конечно Поливокс Если я не говорил Да Поливокс 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 Это был Конечно Наша Очень Удачная Покупка Я помню Он был Очень Дорогой По-моему Стоил То ли 400 То ли 600 Рублей Если я Не ошибаюсь Ну что Вот мы Уже Подходим К этому Зданию И Надеюсь Меня Сейчас По-моему Здесь Какой-то Банк Или Туристическая Фирма Нет По-моему Банк По-моему Какой-то Банк Здесь Вообще Смотрите Стало Как-то Очень Пафосно На Удивление Этого Здания Не было По-моему Его По-моему Заново Построили Ну А вот Собственно Горобин Строй Вот Тут Самый Последний Видите Такое Готическое Я бы Даже Сказал Здание В Готическом Стиле Сейчас Я попробую Его Снять Да Вот Такое И Вот На Верхнем На Самом Верхнем Этаже Там Там Где Белые Окна Пластиковые Там Актовый Зал Был Я думаю Он и до сих пор Сейчас там Находится Вот В этом Актовом Зале Мы И Репетировали Очень Красивое Здание Конечно Ну Софт Игра Вот Такое Легендарное Место Без Которого Наверное Не было бы Биоконструктора Потом Было бы Тяжело Технологию Если Вы Спрашаете Ребята С технологии Про Био Про Здание Биробинстро И вообще Что там У них было Они вам Расскажут Что их Просто Попросили В конце концов Отсюда Потому что Сказали Что Вы стали Такие Знаменитые Богатые Что Значит Вам тут Уже Не место Вот Ну Это естественно Наверное Конечно Оборотная Сторона Медали Оборотная Сторона Популярности Вот Мы Через Этот Вход Небольшой Подъезд Мы Пробирались Наверх Или Через Этот А Нет Через Вот Этот Второй Вход Мы Поднимались По Лестнице Наверх Вот Такая Была Интересная История Ну Что На Сегодняшний Момент На Сегодня Небольшая Прогулка Я Думаю Что Мы Еще Вернемся К Этой Теме Уже Вместе С Андреем Кахаевым Я Надеюсь Он Может Что Еще Расскажет Интересное Вот А Так Малая Ордынка Москва Здание Такого Вот Легендарного Легендарной Организации Городинстрой Ну До новых Встреч Друзья Пока Ставьте Лайк Жмите На колокольчик Как говорится Организации Организации